Субтитры предоставил DimaTorzok Многие из нас загадают заветные желания. А как известно, у мечтаний есть свойство сбываться. Примеров множество. Только в этом году они сбылись у врачей. Медики 23 года грезили о новой поликлинике. Сбылась и давняя мечта архитектора Ханова и тысячи нижнекамцев. Сейчас парк Тукая стал любимым местом отдыха горожан. Впрочем, подвести итоги в этот раз мы попросили наших маленьких нижнекамцев. Они лучше других заметили, как изменился город. Как-то в дом входит, год молодой, а старый уходит в тай. Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой в ночную синий, крепко ладонь сжимай. И всё, о чём мечтала, спроси, загадывай и желай. Там ещё плиты есть. Днём не светятся, а ночью тоже светятся. Там стоят статуи из произведения Тукая. Водопад соносы. Потом и на деревьях есть Wi-Fi. Библиотека – это где очень много книг. И дают почитать. А потом нужно эту книгу возвратить. Где их охраняют, чтобы они не были рваные или ещё что-нибудь. А ещё можно их забирать домой, потом так и возвращать на место. У нас очень много заводов всяких, последних. Один завод производит одну вещь. Например, велосипеды. Там шины производят, пластмасс, горячую воду. У них всякие газы перерабатывают. У нас даже город на втором месте по заводам. Рустам Нургалевич. Он правит городом или страной. Возможно, это за нашу страду. Тяжело. Потому что за всеми мероприятиями не его следить. Айдар Мершин. Это человек, который правит всем городом. Решает вопросы многих. Дома строит. Всякие комплексы. У него день рождения, как у меня. У меня 27 августа. И у меня 27 августа. В старых были. А вот другие ждали, когда надо зайти, будет в полислинку. Они сидели. А в Новый там есть домик и поиграть. Он маленький, спокойный. За то, что в нем много красивых мест. В Томейко, например, сделали новые вещи. Там сделали скамейки новые. Потом елку украшали. Я бы приказывал строить дома. В городе построено очень много разных открытых площадок для футбола, для тенниса. Есть тренажеры. Когда мы с папой ходим на солнечную долину, на оптипидах катались в прошлом году. У меня есть две любимых скамейки. Это в парке Тукая. Я с скамейкой, где с цветами. Как-то с ней как-то красиво, даже мрачную погоду. И скамейка, клоун, он веселый. Я видел в парке Танеку скамейку, похожую на ребро динозавра из досок. Она, это когда других людей убивают. В День Победы наша армия выиграла немцев. Не поленились люди. Вышли с портретами своих мам, своих отцов, своих дедушек. Что, ну, как бы не забыли про них, что они служили, что они все-таки воевали за нашу жизнь. Это очень жестокое время, когда убивают много. И это как нет мира. И очень долго заканчивается. Там воевали наши бабушки и дедушки. То, что мы победили. Это когда нет денег, по-моему. Если нет денег, нет дома, нет машины, нет еды. Мы будем голодными. Я бы сделал раз продажу. Это когда мне нужные вещи продают. Можно в банк заскочить. Зарабатывать их. А как зарабатывать? На работу ходить. Устраиваться. Устраивать какие-то выборы, почему денег нету, из-за чего. Как-то какие-то совещания. Куда их потратили. Деньги – это не самое важное. Самое важное – здоровье и жизнь. Потому что в Турции сбили Су-24. То, что они подступили очень плохо, ведь мы не нарушали и границу. Война идет в Киеве. Потом напали на Лондон, по-моему. Или на какую-то английскую страну. Мы ездили в Грецию. Там некоторые люди по-гречески говорят. Но это город Витязьево. Там некоторые люди по-гречески говорят. Все равно хочется как-то узнать весь мир, а не только Турции побывать. Хотел, чтобы на земле не было никаких войн и все жили в мире. Весь снежный летел, шлейфом солнышко задело. Ну, какое-то счастье, подарки. Приходит дедушка Мороз со Снегурочкой и раздают подарки детям. Улыбки, снег и салат в любви. Угощения готовят. Все семьей собираются в доме. Я хочу мир на всей земле. Я хочу, чтобы вы были счастливы, добрые, дружили со всеми. И были всегда вместе. И никогда не оставляйте своих друзей в трудную минуту. Дом, вареный, теплый, шумный, с длинной белой бородой. В Новый год приходят в гости и румяный, и седой. В эти минуты многие горожане докупают подарки и продукты. Изучают новые рецепты, узнают, где сейчас акции распродажи. В общем, суета-сует. Но есть и те, кто еще не успел ощутить новогоднее настроение. Несколько советов для них от бывалых покупателей подготовил Александр Комаров. 30 декабря – это день создания СССР. В Токио открылась линия метрополитена. Русский химик Сергей Лебедев впервые разработал способ добычи синтетического каучука. И в этот день отмечает свой главный праздник одна из самых жарких республик – Мадагаскар. Но 30 декабря в России жарче становится по другому поводу. Новогодняя суета. Люди ищут подарки друзьям и близким. И думают, что же накрыть на стол. Времени совсем немного. До долгожданного праздника осталось менее 30 часов. В магазинах ажиотаж. Люди сметают с полок продукты и подарки. Треба закупила. Так что завтра буду готовить и на стол все. Все так нормально. Ну, женские хлопоты, салаты на завтра остались, чтобы свежие сделать. Приготовление праздничного стола. И, естественно, подарки докупить. Вот последнюю покупку к столу сделала. Вон, уехала тележка. Да, все успела. Слава Богу, все живы-здоровы. Дома. Ну, дома мы тоже все успели. Даже подготовили наряды Снегурочки Деда Мороза. Эти люди успели составить список и уже выполнили задачу по наполнению новогоднего стола. Меню составлено. Подарки куплены. Кстати, рейтинг возглавляет парфюмерия. Почти треть нежникамцев решает дарить своим близким косметику. Далее идет бытовая техника и драгоценности. Ну и, конечно же, самый покупаемый товар – это символ Нового года. Обезьянка. Рейтинг продуктовой корзины составить сложно. Дело вкуса, как говорится. Есть среди нас и те, кто пока не прикоснулся к праздничному настроению. Работа, работа, работа. Эти люди выйдут на тропу покупок подарков и продуктов за несколько часов до праздника. Поэтому бывалые дают советы. Заранее продумать, что надо, и уже конкретно идти и покупать то, что нужно. Подарки, наверное, нереально выбрать за буквально три часа. Подарки, наверное, надо заранее готовить. С душой и с любовью как-то покупать. Не могу ничего посоветовать, потому что все-таки подарки – это вещь от сердца, от души. Для человека, любимого. А на стол? Ну, я думаю, на стол успеют приготовить. Сейчас можно же пойти в магазин и купить все, что угодно. Я побежала в магазин, купила бы быстро всем подарки. Какие-нибудь хотя бы даже с универсия. Купила бы салат обязательно оливье и сеть под шубой. Побежала бы домой поздравлять. Купила бы бенгальские огни, шампанские. Побежала поздравлять всех своих родных, знакомых, близких. Для тех, кому нужно быстро приготовить новогодние угощения, совет от профессионального повара. Необычный салат оливье готов. Приятного аппетита. Ну, а вообще, многие встретят этот Новый год на работе. Что ж, не такое бывает. Но праздник-то никто не отменял. Поэтому мы желаем всем, чтобы эта ночь для всех оказалась волшебной. А нашим телезрителям мы желаем только счастья в наступающем году. Ну, а пока вы крошите оливье или готовите сельдь под шубой, самое время узнать, что ждет нас в ближайшие 11 дней. Кстати, погода обещает быть по-зимнему холодной и снежной. Но для развлечений это не помеха. Моя коллега Алсуара Сланова сегодня узнавала, как провести длинные выходные с пользой для души и тела. Новогодние каникулы – отличное время для общения с детьми, родными, близкими и друзьями. Ведь такая возможность нечасто выпадает. Так что постарайтесь провести свободное время как можно более продуктивно. Лучше всего подготовить свой сценарий заранее. Хотите порадовать малышей новогодними сказками? Тогда вам в Театр юного зрителя. В январе здесь пройдут праздничные представления. 3, 4 и 5 января – пиратский праздник для детей старше 6 лет. 8, 9 и 10 новогодняя сказка «Как ежик Новый год» встречала, расскажут самым маленьким. В драмтеатре тоже ждут юных нижнекамцев. 3 и 4 января здесь пройдут новогодние спектакли. А взрослых любителей театрального искусства тоже не забыли. Каждый день новая постановка. В основном мелодрамы и комедии. Спектакли оснащены синхронным переводом на русский язык. 4 января в ДНТ московские артисты покажут маленьким нижнекамцам сказку «Морозка». А 7 января русское общество организует здесь рождественские встречи, полюбившиеся так нижнекамцам. Уже 26-е по счету. Нижнекамский городской музей тоже всегда рад посетителям. Все каникулы тут работает выставка «Новогодний серпантин». А до 17 января там поселится кусочек джунглей с его обитателями. В начале этого года 5 театральных экипажей со сказочными персонажами отправятся в путешествие по республике. Музыканты, циркачи, театральные артисты и сказочные герои находулек прибудут в Нижнекамск 4 января. Полную программу грандиозного дня можно узнать на официальном сайте Нижнекамска. За 10 дней артисты прокатятся по всему Татарстану, покажут более 200 сказочных представлений и раздадут зрителям тонну мандаринов. Экипажи будут появляться и останавливаться в самых неожиданных местах, выходить в парках и на пешеходные улицы, создавать новогоднее настроение. Кинотеатры тоже наперебой спешат порадовать киноновинками. Невероятные рассказы о маленьком принце, Иван-царевич и серый волк для детишек, комедия «Самый лучший день» или «Страна чудес» для взрослых. Еще одна возможность посмеяться и поверить в чудеса. Конечно, не стоит забывать про активный отдых. Самые доступные – лыжи и коньки. Нет своих – берите на прокат. Это обойдется в 100 рублей в час. И вперед! В Нижнекамске 6 катков на любой вкус. Открытых и закрытых. У спорткомплекса «Юбилейный» на стадионе «Нефтехимик» на территории комплекса «Батыр» в Ледовом дворце спорта «Нефтехимик». Открытые в парках «Нефтехимиков» и на проспекте Вахитова. Почти везде время работы до 10 вечера. Если вы любитель более экстремального отдыха, есть варианты и для вас. В Нижнекамске этой зимой открылся электротюбинг-дром. Тюбинг цепляют на электрическую лебедку, и он разгоняется до 45 км в час. Причем это абсолютно безопасно. Кстати, кататься здесь можно не только на тюбинках, но и на сноубордах. Тюбинг-дром работает ежедневно с 10 утра и до 7 вечера. Стоимость катания – 50 рублей. И все же не стоит перенасвещать свои каникулы обилием различных мероприятий. Нужно оставить время и для пассивного отдыха. Лежа на диване перед любимым телевизором, по которому будут идти все самые лучшие, любимые и праздничные программы. Главное, чтобы 10 дней хватило. Каждый раз с наступлением Нового года мы надеемся на то, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. Изучаем гороскопы, анализируем, подводим итоги, чтобы впредь не совершать ошибок. Следующий год – огненные обезьяны. И, конечно же, всем нам интересно, что нас ждет в 2016-м. Наши корреспонденты отыскали людей, рожденных в год обезьяны и узнали, чего хотят нижнекамцы. Что ждет Нижнекамск в следующем году? На этот вопрос хотят знать ответ многие. Кто-то для этого бороздит просторы интернета, а кто-то, как Зульфия, строит личный гороскоп для города. Профессиональный астролог утверждает, начало 2016-го будет тяжелым, однако унывать не стоит. Ведь мы с вами люди креативные. Что-нибудь да придумаем. В гороскопе Нижнекамска указание на очень творческий город, что город людей таких креативных просто зашкаливает показания, по показаниям, что не зря Господь, видимо, создал вот этот город именно для таких людей, которые всегда найдут выход из любого положения. Особенно 2016-й ждут те, кто родился под этим символом. Год обезьяны сулит им множество успехов. Появится шансы стать знаменитыми и влиятельными людьми. Везде, где потребуются ум и таланты, ждет удача. Для Алены следующий – ее год. Она с нетерпением ждет 1 января. Девочка надеется, что в 2016-м будет хорошо учиться. А пока вместе со своей любимой игрушкой рисует символ Нового года. Новый год шагает по планете, праздник приближается. Так как я родилась в год обезьяны, я думаю, что этот год для меня будет очень удачным. Я хочу, чтобы все мои близкие и родные были здоровы, чтобы у меня было много-много счастья и хорошие оценки. Я поздравляю всех нижнекамцев с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья и много-много позитива. Так как обезьяна – животное активное, то и жизнь в 2016-м году будет разной. Что-то будет получаться лучше, что-то наоборот. В работе огненная обезьяна обещала помогать. Карьера пойдет вверх, а доходы станут расти. Главное – проявите трудолюбие и напористость. Ну и, конечно же, куда нам без любви? Звезды сулят в этом году много новых отношений. Поэтому, если у вас есть на примете вторая половинка – терзайте. Как раз будет Венера в знаке рыб с гармоничным аспектом с Нептуном. То есть мужчины будут интересоваться такими строгими леди, а женщины будут такими мачо. Рассуждать на тему того, что ждет горожан в следующем году, можно бесконечно. Мы отыскали символ 2016-го – веселую огненную обезьянку. Нижнекамцы охотно делились с ней своими пожеланиями. Дорогая обезьяна, миленькая ты моя, да такая красавица замечательная. Пусть этот год будет у нас хороший, добрый. Хочу, чтобы в Новый год все мои близкие и друзья были здоровые. Чтоб ты подарила мне поступить в тот год, который я захочу. Дорогая обезьяна, принеси мне на следующий год удачи. Больше счастья, доброты и любви. Дорогая обезьяна, я вас желаю в новом 2016 году трехкомнатную квартиру, новом доме. Праздник Новый год Мы дождали и хотели В северных широт К нам умчиться сквозь метели Праздник Новый год Мы дождали и хотели К нам умчиться сквозь метели Желаний на будущий год действительно много. Я в свою очередь хочу пожелать следующее. Дорогая огненная обезьяна, принеси мне и моим коллегам в новом году интересной плодотворной работы. Ну а всем нашим телезрителям всегда хороших новостей. Вадим Струминский, Ильгизар Нуреев, Новости НТР. Впрочем, новости у нас всегда хорошие. Да-да-да, в прямом смысле этого слова. В этом году журналисты нашей телекомпании держали традиционную высокую планку и не раз становились обладателями наград. И это при том, что этот год выдался урожайным и в другом смысле этого слова. НТР покинули наши коллеги. Кто и где сейчас и только о хорошем расскажет, Аделя Сирозва. Медиахолдинг НТР в этом году отметил свой 20-летний юбилей. Его празднование стало самым значимым событием в жизни телерадиокомпании в уходящем в 2015 году. Сотни улыбок, крепкие объятия, фотографии на память. На празднование пригласили журналистов всех городских СМИ, а также тех, кто зарождал Нижнекамское телевидение. И сейчас трудится на республиканских и федеральных каналах. Не обошлось без почетных гостей. А это представители ТАТ-Медиа, руководители республиканских телекомпаний, работники силовых структур, руководители города и коллеги из других городов. Юбилей телекомпании с богатым прошлым, интересным настоящим и перспективным будущим стал большим праздником для всех. Главный федеральный канал и некоторый пост отдыхает по сравнению с НТР. Наверное, я где-то и субъективен, потому что это наши, Нижнекамские компании. Может быть, поэтому она мне близка. Но я уверен, что там Малаховы, не к слову будет сказано, там другие. Им где-то надо еще по-хорошему поучиться той новизне. Мы продолжаем учиться и за свой труд получаем награды. В юбилей главному редактору нашего медиахолдинга Натальи Раджипалиевой было присвоено звание «Заслуженный работник печати и массовых коммуникаций Республики Татарстан». Также республиканскими грамотами и благодарственными письмами отметили Николая Фомина, Наталью Захарову, Алсую Матову, Марка Косицкого. Еще десятки наград местного уровня получили другие журналисты НТР. Поздравление телекомпания НТР получала не только в свой день рождения. В этом году мы выиграли в республиканском конкурсе СМИ и были признаны самой легендарной телерадиокомпанией. На днях получили диплом от ТатМедиа как лидеры года. Личные награды получили сотрудники НТР Евгения Корбакова. Она завоевала спецприз за программу «Экология жизни» и Алсую Матова за лучший сюжет в конкурсе «Фимидо года». Всего не перечислишь, в этом году в городе при поддержке НТР было организовано немало мероприятий. Благотворительные акции, масштабные мероприятия. Одно из них – это концерт легенды русского блюза певца из Нью-Йорка Юрия Наумова. Благодарственные письма, дипломы – их у нас немало. Все это труды тех, кто работает в НТР сейчас и трудился до этого. Многие сотрудники в этом году покинули ряды журналистов в виду радостных событий. Лилия Егорова дважды стала мамой. В их семье появился второй мальчик. Его назвали Гордеем. Анастасия Шакирова и Альбина Валеева стали мамами впервые. У обеих родились дочки. В семье Шакировых первенца назвали Азилей. А вот наша коллега из татарской редакции вместе с мужем назвали дочку Аминой. Накануне мы встречали в роддоме нашу коллегу Екатерину Разину. Ее выписали прямо в день рождения. Катя родила второго мальчика. Его назвали Тимофеем. Конечно, классные ощущения. Здорово в день рождения получить такой подарок, выписку из роддома. Мы очень счастливы. Я всем желаю в новом году быть такими счастливыми, как сегодня я и все мои близкие. Наши коллеги Александр Акишин и Аделия Сатарова тоже ушли. Теперь они работают на федеральном канале Live78. На самом деле вы застали меня как раз на работе. Сейчас у меня здесь проходят съемки, поэтому на фоне всего лишь какая-то неприметная Петропавловская крепость. Но я думаю, подойдет и она. На самом деле переехал сюда, в Петербург, я всего лишь 4 месяца назад. И, наверное, душой до сих пор остался в Нижнекамске. И сейчас попробую это доказать, что называется на себе. Такая вот футболка, но, наверное, самое главное здесь даже не вот этот перспективный довольно-таки журналист, а все-таки вот этот логотип. Потому что именно НТР научил меня всему тому, что я умею и использую здесь, в Петербурге. Недаром этот логотип расположен прямо у сердца. Поэтому коллективу НТР, да и всем нижнекамцам в новом году я желаю успехов, здоровья и всяческих благ. Ну и увидимся с вами в 2016. Свято место пусто не бывает. Коллектив пополнился новыми сотрудниками. Пришли журналисты с опытом, такие, как Яна Чупахина и Наталья Лушникова. Они довольно быстро влились в коллектив и стали членами большой НТР-вской семьи. Ряды журналистов Нижнекамской телерадиокомпании также пополнили Алсуа Расланова и Анастасия Волникова. Отдел производства в этом году возглавила Тамара Коновалова, радиоведущая с 15-летним стажем, которая уже работала в НТР на станции «Серебряный дождь». В Новый год мы входим большим творческим составом. Каждый сотрудник НТР индивидуален и для каждого уходящий 2015 год был по-своему значим. В этом году я впервые узнал, что такое прямой эфир. Это очень интересная вещь. Были прямые включения на 40-тысячную Казань-арену. Поэтому, наверное, вот все-таки этот год я свяжу с работой. Самое интересное у меня все-таки проходило именно здесь, на НТР. Каждый прожитый год он приносит нам какие-то знания, мы открываем что-то новое. И вот мое такое личное открытие 2015 года, что мысль, она на самом деле материальна. И все, что мы хотим, оно сбывается. В этом году ДФМ отметил десятилетие. Это был большой праздник. Это для нас лично, для каждого, кто здесь работает, также был большой праздник. Потому что мы, нашу любимую радиостанцию, отдали целых 10 лет своей жизни. Мы старались и стараемся делать ее веселой, интересной, так, чтобы наши слушатели тоже были довольны тем, что они вместе с нами и тем, что мы все эти 10 лет остаемся с ними. Думаю, что для газеты год выходящий был достаточно благополучным. Газета сумела продержаться на тех позициях, на том тираже, который у нас был. И к концу года мы увеличили тираж нашей газеты в полтора раза. Хотелось пожелать всем здоровья, всем счастья, любви, удачи, благополучия. Многие нижнекамцы знают, в резиденции НТР живет самый добрый Дед Мороз, а я его внучка Снегурочка. Вместе мы дарим радость нижнекамцам. Как, вы узнаете немного позже. А пока от лица телекомпании хочется сказать. Мы работаем для вас, наши телезрители, на благо города, республики. Еще один год позади, но впереди новый. Мы хотим, чтобы 2016 год принес всем, кто сидит по ту сторону экрана, только добрые вести и лучшие события. И чтобы в новом году у вас открылась новая страничка в вашей жизни. С наступающим 2016 годом! Сегодня мы закрыли еще одну страничку нашей истории. Завершилась традиционная новогодняя добрая акция НТР «Стань Дедом Морозом». Без преувеличения можно сказать, это самый важный проект НТР. Тысячи подарков наш Дед Мороз раздал тем, кто как никто другой ждет чудес и праздника. Евгения Корбакова расскажет, кто стал Дедом Морозом и кому подарили кусочек счастья. Акция «Стань Дедом Морозом» была объявлена, чтобы собрать игрушки для детей. Эту задачу она не то что выполнила, перевыполнила. Добрые, отзывчивые люди, а именно таких в Нижнекамске большинство, приносили нам в редакцию подарки для детей. Очень активны в этом году были дети. Дошкольники, школьники, студенты отправляли на НТР делегации с подарками для того, чтобы сказка в этом году пришла в каждый дом. Я дала деньги, потому что мне жалко то, что другие дети не могут спраздновать Новый год без семьи. То, что они покалечены, может навсегда, может не навсегда. Хочу поздравить детей с Новым годом, чтобы они были счастливы. Чтобы в Лугасово ребенком было новогоднее чудо. Если самым младшим участником акции едва исполнилось 4 года, то самый старший уже 92. Зухра Аби отправила на НТР внучку с подарками. Вообще пенсионеры очень активно участвуют в акции каждый год, и это очень трогательно. Ведь понятно, что пенсии у них небольшие, и передав что-то детям, они отбирают у себя. Пожелание для детей, чтобы у всех детей, не важно, в доме, дома, а не в семье или вне семьи, чтобы у всех был счастливый Новый год. Всех поздравляю с Новым годом. Всем удачи, счастья и здоровья. Хочу сделать приятное кому-то, мальчикам, девочкам. Хочу поздравить с Новым годом и пожелать счастья, радости, всего самого доброго. Организации тоже в стране не остались. Перечислить всех мы не можем, просто не хватит эфирного времени. Однако, благодаря их помощи, мы смогли сделать намного больше, чем планировали изначально. Вот, например, магазин Эльдорадо предоставил игрушки для детей и сюрприз для многодетной семьи Кондратьевых. Пусть все желания исполняются, мечты сбываются, а настроение будет отличным. В семье Кондратьевых Деда Мороза не ждали. В чистой двухкомнатной квартире живет шестеро детей и двое родителей. Глава семейства инвалид по зрению. Живут хорошо, но бедно. Пенсии хватает только на самое необходимое. Дети давно мечтали о телевизоре, которого в квартире нет. Точнее, не было. До прихода Деда Мороза сюрпризом от Эльдорадо. Это было очень неожиданно. Мы рады за детей, и нам самим тоже очень приятно было. Вспомнилось даже детство сразу. Всем спасибо, с Новым годом. Дети – это наше счастье, наш смысл. И если они рады, значит, и мы рады. Семья Рамиля Абитова живет в общежитии. Она тоже многодетная. Сейчас горожане помогают мальчика справиться с болезнью. Его готовят к сложной операции. И трудно даже говорить, но вот волшебство. С Дедом Морозом Рамиль смог даже немного спеть. Все, родилось, сердце. Песня наросла. Симония летом стройная. Симония летом была. Все, в следующем году сложится хорошо. Счастья, здоровья вашей семье. И мира в доме, наверное. С Новым годом. С Новым годом вас. Наш Дедушка Мороз не только ездил в семьи, но и встречал детишек в здании НТР. На этой елке Артем Плаксин. Мальчик болен раком. только вчера вернулся из Казани. Семье очень нужно немного сказки. Как и трехлетней Камиле, она тоже борется с тяжелым недугом. Подарки волшебники также передали семье Ильназы Якушкина и Горды Ибрагимова. Семенчикамску спасибо большое. Всех с наступающим Новым годом. С новым счастьем. Семенчикамск! Данил мечтал о радиоуправляемой машинке. Ему ее подарили. Не обделили и других воспитанников Балкыша. По-настоящему подарки они оценили уже в группах, когда их распаковывали. Кукулку и мишку какой-то зеленый и барашка. И подарок. А у тебя была какая-нибудь такая арка? Нет, не было. Красивая? Хочешь сказать, дедушку Морозу, спасибо? Спасибо, дед Мороз! Карандашик, куклу, четвертку и мишку. Красивые подарки? Да. А у тебя были когда-нибудь такие? Первый раз такие большие подарки получаешь от дедушки Мороза? Вот у тебя, наверное, хорошо вела в этом году. Я тоже получила. Мне дед Мороз подарил куклу большую, карандаши и сукраску. А у тебя когда-нибудь дедушка Мороз такой подарок дарил большой? Нет. А что он тебе в прошлом году принес? Ничего, я в прошлом году не была. Спасибо, дед Мороз! На елку в центр въезда традиционно пригласили детей, живущих в социально опасных условиях. Наш дедушка побывал на двух праздниках. В общей сложности он передал подарки сотни ребят из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Самое печальное, что некоторые дети даже не знали, как реагировать, ведь игрушки в подарок они получать не привыкли. У их родителей либо совсем нет денег, либо желание заботиться о своих детях. Но о трудностях на праздниках не вспоминали. Впереди Новый год, и мы надеемся, он принесет только хорошее. Мы подарили куклу, блокнот, такое, как можно украшение сказать, звездочки, сладкий подарок и там еще одна игрушка. Рады? Очень. Ожидали такие подарки? Нет. Спасибо, дедушка Мороз! Я так мечтала, чтобы он пришел ко мне. Я хотел мою сыну большую. Вынес большую эту машину? Да. Да, кольцовка-то нам. А тебе понравились подарки? Да. Куклу подарили? Подарили мне большую лошадку. Нравится такая? Да. Поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья. Подарки в этот день получили не только дети. Родителям мы передали перепелиные яйца. Их в рамках акции нам передали фермеры. Это не просто яйца, а это витамин для здоровья. Так как мы их употребляем сами, в нем очень много полезных качеств. Также мы хотим донести это до нуждающих детей, то, что это не просто яйца, а витамины. Не мог наш дедушка обойти стороной детский дом. К его воспитанникам наши волшебники приходят ежегодно. На протяжении нескольких лет телекомпании НТР дарят нашим ребятишкам радость в канун Нового года. В этом году также не оставили без внимания наших детей и преподнесли каждому индивидуальный подарок. Хотелось бы от имени администрации нашего учреждения, от педагогов и, конечно же, от наших воспитанников выразить слова глубокой благодарности жителям города Нижнекамска, медиахолдингу НТР за предоставленные подарки. Спасибо вам. С наступающим Новым годом. Всего самого наилучшего. Появился Дед Мороз и в детской больнице. Сейчас здесь всего один малыш. Двухлетний мальчик в машинке очень обрадовался. Но как наш дедушка не старался? Раздать все подарки на праздниках он не смог. Просто потому, что сладости продолжали нести. Мы решили, они очень пригодятся ассоциации инвалидов. 3 января дети этой организации приглашены на елку. Сценарий есть, а подарков не было. Я очень благодарна тем людям, которые добрые души, добрые дела делают. Ответственно так к этому подошли. Правда, спасибо. Я очень так рада, как ребенок готова скакать здесь. Ассоциации мы передали инвалидную коляску. Она будет находиться в офисе и передаваться тем, кому в определенный момент будет особенно нужна. Коляска не единственная, не игрушка, переданная нами в рамках акции. В преддверии Нового года в редакцию обратилась 80-летняя одинокая бабушка и попросила у дедушки сотовый телефон. Мы рассказали об этом в выпуске новостей. Горожане откликнулись. Первым был Григорий Скорич. Тебя просто жалко, что старикадек я не возьму. Все равно лежит без дела. В общей сложности за день нам принесли 4 сотовых телефона. Три из них мы передали в Весту. А с одним дедушка Мороз отправился к Валентине Федоровне. Пусть ей и 80, но требования те же. Без песенки или стишка подарков волшебник не отдает. Мороз, Мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня. И мы вас придем и поздравим и в следующем году. Спасибо, спасибо, спасибо. С Новым годом вас. И вас с Новым годом. Вас тоже с Новым годом. Традиционно дедушка побывал в Доме ветеранов. Здесь живет одинокая бабушка Лебудаапа. Дети далеко. Потому она уже давно взяла под опеку журналистов НТР. Периодически Лебудаапа угощает нас пирожками. Потому дедушка Мороз без подарка оставить ее не мог. Дай Бог здоровья вам. Дай Бог здоровья вам. Мне нравится нравится. Пейте чай, вкусные конфеты. Вас все очень любят. Будьте здоровы, живите долго. Поздравил он и других жителей Дома ветеранов. Акция «Стань Дедом Морозом» закончилась. И теперь мы точно можем сказать, все это было не зря. Спасибо всем, кто принял вне участие. С наступающим Новым годом. И пусть все у вас будет хорошо. Впрочем, творить добро можно и нужно всегда, и не только под Новый год. В эти дни каждому из нас предстоит пережить свой Новый год. Исполнить заветные мечты родных и близких. Ну и, конечно, поверить, что лучшее только впереди. Наталья Лушникова уже окунулась в атмосферу праздника. Ей слово. Легкие белоснежные кружевные свои снежинки Александр Валентинович вырезает вот уже на протяжении 60 лет. И уверен, что, имея под рукой лишь бумагу и острые ножницы, он каждую зиму превращается в настоящего Деда Мороза, принося в дома своих друзей новогоднее настроение. Режем снежинки для чего? Для друзей. Для общего благополучия, так сказать. Чтобы, так сказать, поднять настроение. Как снегопад получается. Снегопад. И мы рады этому снегопаду, потому что на улице сейчас не дождешься хорошего снега. Честно, ты говоришь. Если снежинка не растает, в твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Если бумажные снежинки, не тающие в ладонях, есть далеко не у всех, то, прогуливаясь по елочным городкам, любой нижнекамец мог повстречать живых снежинок, грацией которых любоваться можно было бесконечно. Новогодняя ярмарка, песни, танцы, салюты и росы прозноцветных огней на красавицах елках. Но настоящую новогоднюю сказку горожанам подарили любимые сказочные персонажи. Новогодняя сказка, белый ангел с высоты. Новогодняя сказка, не сегодня я и ты. Новогодняя сказка, где сбываются мечты. Новогодняя сказка, кто приходит счастье. Конечно, сани с пушистым снегом и хрустальными сосульками где-то затерялись в пути. Но Дедушка Мороз убеждает, что свой главный подарок он привез в целости и сохранности. Правда, Снегурочка? Да-да, именно так. Дедушка Мороз привез всем нижнекамцу в самого лучшего новогоднего настроения. Я с пенсии на добровольных началах здесь появился, чтобы вы повстречали хвостатый, веселый такой Новый год. Ведь год обезьяны сейчас настаёт. Перед таким очаровательным символом наступающего Нового года не устояли ни взрослые, ни дети. Обещанное Снегурочкой настроение стало именно таким новогодним. Супер! Как настроение? Очень хорошее, веселое. Всех с Новым годом! Да, вообще хорошее! С Новым годом! Пусть дети радуются, внуки, внучки. Всем здоровья, самое главное, чтобы на следующий год. Строение хорошее, веселое, праздничное, новогоднее, сладкое. Ну, главное, здоровье и главное сейчас, в наше время, это мирного неба над головой. Новогодний народ отлично, хорошее. Очень приятно с Новым годом вас! Прекрасно! Здорово! С Новым годом поздравления, загадай свои желания. И сбудутся мечты советные. С Новым годом поздравления, в этом праздниче твоя семья. Наталья Лушникова, Ренат Харасов, Евгений Лызаев. Новости НТР. Сотрудники телекомпании НТР поздравляют всех нижнекамцев с наступающим Новым годом. Следующий выпуск новостей выйдет уже в 2016 году. Прямо сейчас, новогодний вечер, продолжат коллеги из татарской редакции. У них свое национальное видение волшебного праздника. А в 19.20 смотрите Нижнекамский голубой огонек, новогодняя звезда. Это будет большой праздник радости и волшебства. Оставайтесь на нашем канале и в следующем году. Здоровья вам и удачи!